Только что смотрела, ну, смотрю, короче, Стоянова, вот эта передача «Городок», типа Золушка, такой, ну, тот толстый, тот актёр, типа, ой, балла, а я не пойду, тут появляется фея, типа, этот, Сусанна, говорит, первый раз вижу фею Сусанна, говорит, так и я, говорит, Золушку, 52-го размера, первый раз вижу, говорит, вот тебе волшебные туфельки, говорит, и что, я, типа, побегу быстрее ветра в этих туфельках, говорит, на тебе, и сейчас ешь волшебные сливы и волшебное сырое молочко, а теперь, говорит, ты побежишь быстрее ветра, короче, смешно. Пришло мне понимание, что, если бы я никуда не ехала, то у меня просто бы уже начался психоз, ну, не то, что психоз, а просто через время, ну, так можно с ума сойти, реально. Конечно, я-то общаюсь, и с подругами, и с кумовьями, и с мамой, но всё равно, в квартире одна, представляете, если бы ещё и видео не снимала, то я не знаю, что бы целыми днями практически одна, музыку я уже не включаю, не хочу, фильмы я не смотрю, как раньше, ну, в общем, если бы так продолжалось, ну, конечно, так бы не продолжалось, потому что, если бы я не ехала в Польшу, то я бы поехала, куда-то переехала, потому что это уже, я не могу сидеть на одном месте, я не могу, короче, жить долго в одном месте, когда вот такое однообразие пошло, то есть мне всегда надо что-то такое интересное, ну, собственно, для этого многие люди и путешествуют, стараются путешествовать, ну, вот, семьи даже есть такие, которые только там, как-то зарплаты выделяют тебе, и там, раз в три месяца куда-то едут, вот, сегодня смотрела видео парня, он снимает про Польшу, он ездил в Тунис, там, ну, не знаю, с семьёй, наверное, так подробно рассказал, короче, суть не в том, путёвка обошлась на двоих, наверное, три тысячи злотых, ну, то есть полторы тысячи злотых вполне реально на одно, ну, на одно, ну, больше, конечно, на одного будет, ну, две тысячи, ладно, и, допустим, если зарплата, там, такая минимальная, то есть можно снизить, ну, это минимальная, это вообще на самой плохой работе, а на нормальных работах и пять, и восемь тысяч злотых, ну, в общем, смотря кто чем занимается, то вполне реально можно себе позволить, в общем, такие мысли. Так включаю вот эту вот юморную передачу и смотрю, хочу какой-то фильм, но тут настолько у меня тёмный свет, он мне, короче, давит на мозги, реально, он, короче, напрягает, и уже, сами понимаете, смысла нету что-то тут менять, лампочки вызывать электрика, уже, если не вызвала, то тут уже осталось, считай, дней двадцать, может, и больше, не знаю ещё, первого сентября буду знать, уже того первого сентября жду, как вот у школьники в школу, школьники ждут, ну, начало школы, а я, короче, жду информации. Насчёт глаз вроде легче стало, то у меня, наверное, там какая-то бактерия завелась на слизистой, что оно, то мне лицо грязнило, мутняк какой-то, а утром, я же говорю, проснулась от того, что мне просто затекли глаза, залепило их, ну, так вот выделяется что-то и засыхает, и поэтому я уже не выдержала, пошла к врачу. На ночь ещё надо не забыть крем положить, он сказал вот так вот оттянуть и туда выдавить именно мазь эту и туда засунуть под вот это подвека, но всё равно красноватая немного, ну, тут, конечно, не сильно видно, ну, ладно, ну, уже легче, уже нету такой красноты, но я думаю, за восемь дней оно не то, что там вылечится, должно уже... Господи, шо они там шумят, соседи, гепает шо-то. Вообще тут у нас в основном тишина, то, что мне нравится. Ну, иногда там шо-то в ванну напирает, шо-то, короче, слышно грохот какой-то, как тазиков. Ну, иногда слышу, что соседи выходят курить. Вот, ну, ребёнок бегает у кого-то, по-моему, снизу соседи. Иногда вот, а бывает, что алкоголики дерутся, но сейчас что-то не вижу их, но они, наверное, редко так выходят. Вот, видела ещё когда-то сегодня, шо ли, кума ещё одного. Ну, у меня просто трое крестников, поэтому у меня трое кумовей. А у первого крестника только кума, мама. Ну, у крестницы кумовья, с которым я чаще всего общаюсь. И ещё один крестник маленький. Кум и кума. И без его кума он, короче, проходил, говорит, привет. Я так, привет, дома, кто ты? Не узнала, я ж плохо вижу. А потом, о, привет, узнала, кто. Говорит, ты шо тут работаешь? Да нет, говорит, просто. Ну, короче, он выгружает идти по магазинам. Ну, я так понимаю, грузчик по магазинам разводит товар, и он выгружает там сил по ящику. Да, это не сегодня, это вчера. Вчера, видела. Такие новости. Открыла окно, чтоб свежий воздух заходил. Вот там вот. Да, вот там. Такой прохладный воздух, конечно. Так чудно, погода у нас какая, да? То, блин, жара сумасшедшая просто, что нельзя держаться было. Было градусов 40. Мама говорила, вынесла помидоры на солнце, разложила, чтобы они поспели. Так они попеклись, они поспели. Ну, настолько ожарила. Короче, это капец. Кума, та, которая первая, грибов сегодня передала маме. Мама же хочет завтра мне передать. Говорю, только все мне не надо. Потом она звонит и говорит, я там, она же тут это все думает, я тут голодаю уже. Если у меня на счету нету, то это значит голодаю. Ну, и такое понимание. Я взяла у соседки яиц десяток. Так я передала, говорю, так, яйца не надо. Так вот, тут же дешевле. Что-то 20 или 25 гривен. 20. А там, может, 50. Говорю, расстояние час езды. Говорю, нет, яйца не надо. Яйца у нас тоже так. Ну, даже у нас тут 25-30. Ну, домашние. Ну, я купила в магазине 19 гривен. Говорю, яйца точно отпадают. Грибов я не против, потому что я грибы люблю. А на рынке я боюсь покупать, потому что-то я в этом году как-то неудачно. Возьму как-то не глядя. Они какие-то как погрызанные, попеченные, почерневшие. Ну, типа, перележали, я не знаю. Не нахожу нормальных. И у того раз купила, а оно что-то горькое попалось. То ли то стручок был, спаржи, горечь ждал. Я все выкинула. И после этого я не хочу покупать. Я боюсь. Ну, а куме я доверяю. Я знаю, что они грибники, можно сказать, всю жизнь. Поэтому они тщательно выбирают себе. Ну, и себе, и маме моей дают. Поэтому думаю, ну ладно, пускай уже грибы передаст. Ну, она просто сейчас постарается нагрузить как можно больше. Ну, я так немного говорю, так говорю, гнилых не надо мне ничего передавать. А то груши половинки понагнивали, оно потолщется и шо? Я ее лежит, лежит, выкинула все. Короче, а грибы пускай. Короче, такие-то дела. Вы знаете, потратила сегодня, сейчас скажу сколько. У меня было 1600 на квартиру. Мне осталось 1200. Потратила 400 гривен. 300 гривен на капли, мази капли. Ну, чуть-чуть меньше, но где-то так. И где-то 70 гривен на еду. Ну, короче, 400 почти. Потому что там еще 20-30 что-то гривен, так было. В общем, 1200 и что-то. 1230, что-то такое, в общем. Я в шоке просто за этих цен. Это еще спасибо... Здравствуйте. Ой. Тук рукой включила городок. Здравствуйте, День Добрый. Тут, короче, типа городок, что-то сказка. Городок сказки городка. Такие интересные, я обожаю их. Они меня успокаивают. Мне вот это видео успокаивает. Портного Михаила, но что-то у него нету сейчас ничего. Смотрю, проверяю, и ничего не появляется нового. А старая уже все пересмотрела. И иногда, если нету ничего нового у него, включаю какой-то прямой эфир, что он проводил с кем-нибудь там или сам. Ну, когда он сам, конечно, лучше, потому что у него голос какой-то такой. А когда на два голоса, оно мне бумкает по голове. И, короче, я ложусь и слушаю. Потом засыпаю. Потом рукой лап-лап-лап. Выключила, нажала. Все. И спать. Я сплю спокойно. Даже свет у меня нигде не горит. Я говорю, что под вот это я засыпаю. Так странно. Это такое у меня недавно выработалось. Потому что у всех голоса разные у блогера. У кого песклявый, у кого тресклявый, у кого какой-то визгливый там. У кого с какими-то смешками там. Оно, короче, ну, не сильно успокаивает. А мне же надо что-то, чтобы спалось хорошо. И это. Ну, иногда бывает, что городок включаю. Но они, конечно, не сильно меня успокаивают. Ну, потому что у них много там юмора. И ты бывает отвлекаешься. В общем, такие-то дела. Я как зависла. Вы знаете, вот это ожидание, так это хуже всего. Ну, вот ожидание. Там сентября. Поездка. Это, конечно, удивительная вещь. Плюс перемешку еще со страхом. Там хоть бы денег хватило. А тут еще сейчас платил. Ну, вот сейчас мне надо платеж 1250 на карточку внести. И подруги хотя бы кинуть. Ну, так кредитом не осталось. Кредитная карта моя минус 25 тысяч. И подруги должна. Там где-то 12 тысяч. Ну, то есть, по сути, фигня. Но я просто... Если бы я сейчас никуда не ехала, я бы его загасила. Но у меня уже нету силы. И я думаю, ну, как? Как же так, что я вот не могу уже вот-вот-вот вижу загасить. И все равно что-то себе нахожу. Что-то чем-то... Как будто сама себе не даю загасить. Ну, то есть, по логике, я бы должна сейчас не ехать учиться. А загасить сейчас... Ну, зиму еще посидеть. И только на следующий год поехать уже без всех этих-этих. Но с другой стороны, опять я буду зимой сидеть. Платить тут счета. И, во-первых, у меня уже начинает... У меня уже начинается... Типа, у меня начинает колбасить. И заработок упал. Потому что у меня нету энергии. У меня нету желания работать. У меня вообще нету ничего. Я уже ничего не хочу. Все. Поэтому... Такое двоякое чувство. Постоянно вот эти мысли. Вот это вот так. Карточку надо загасить. Не забыть. Сейчас откуда-то взять. Так, там поступили деньги. Сейчас как его сложить? Как выкрутиться? Постоянно вот это выкрутиться, выкрутиться, выкрутиться. Увернуться. Оттуда взять, туда доложить, туда приложить. А сейчас еще отложить. И отложить желательно в какой-то валюте, чтобы я его не тратила. Потому что если в гривнах, сразу растратиться. А, чуть-чуть возьму, чуть-чуть возьму и все. Я же знаю это все. Да. Так что мне долго 25-30... Ну, 37 где-то тысяч. Это уже мало. Так как у меня было 60-70 когда-то. Так уже это, конечно, фигня. Раздражает, что ресницы вот так вот. Вижу ресницы перед глазами. Хоть закручу их. Ну, они, короче, длинные. Так их надо заворачивать. А то на них еще порошинки собираются. Потом я вижу вот это вот ресницы с порошинками. Стряхивать надо. Ладно, все. До завтра.